Видеоспорт мотоцикл ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здравствуйте, уважаемые телезрители! Телекомпания Студия-1 приветствует вас! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию просмотр гонки командам чемпионата России по спидвей, проходившей 12 июня в латвийском городе Дагавпилс. На соревнованиях встретились команды локомации город Дагавпилс и Лукойл города Октябрьске. Съемки чемпионата остались благодаря спонсорской поддержке нефтяной компании Лукойл. На сегодняшний день команда Лукойл одна из претендентов на призовые места в командном чемпионате России. В состав команды вошли сильнейшие гонщики Башкортостана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Под первым номером стартует юниор команды Константин Корнев. Командная отличная компания претендентом чемпионата России Михаил Витальев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 а а и 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 В первом заезде стартует по первой дорожке белый нашлемник, второй стартовый номер легендарный Михаил Старостин. По второй дорожке красный нашлемник, девятый стартовый номер известный прибалтийский гонщик Андрей Горолев. По третьей дорожке юниор-команда «Локомотив», желтый нашлемник, первый стартовый номер Константин Корни. И по четвертой дорожке в синем нашлемнике выступает знаменитый гонщик команды «Локомотив» Владимир Колодей. Стартовая лента поднято вверх, борьба началась. Михаил Старостин вырывается вперед, за ним следует Андрей Королев и Владимир Колодей. Колодей обходит Королева и пытается обогнать Старостина. И упорно лидирует. Константин Корниф идет четвертый. Гонщики пошли на последний круг этого заезда и по-прежнему лидирует Михаил Старостин. А за ним идет Владимир Колодей, третий Андрей Королев, четвертый Константин Корниф. А вот и финиш. Михаил Старостин приносит своей команде три очка. Итог заезда 3-3. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во втором заезде участвует по первой дорожке 11-й стартовый номер красный нашлемник Николай Кокин. Команда «Локомотив» сильнейший гонщик. По второй дорожке лидер команды «Лукойл» Ренат Марданши под четвертым стартовым номером в белом нашлемнике. По третьей дорожке юниор команды «Локомотив» Максим Андреев. У него синий нашлемник и 12-й стартовый номер. По четвертой дорожке спортсмен юниор команды «Лукойл», третий стартовый номер Андрей Ганцев. У него желтый нашлемник. Рычаги сцепления отпущены и стальные кони гонщиков ренули вперед. Идет захватывающий момент. Прорывается вперед Ренат Марданшин. За ним следуют гонщики «Локомотив» Николай Кокин и Максим Андреев. И четвертый в этом заезде Андрей Ганцев. Генеральный спонсор нашей команды нефтяная компания «Лукойл». Благодаря именно их поддержке гонщики команды смогли в этом году полностью обновить амуницию, купить мотоциклы и запасные части к ним. К слову сказать, стоимость вот такого вот стального коня 5000 долларов. Положение дорожки такое же. Лидирует по-прежнему Ренат Марданшин. Идет четвертый круг заезда. Лидирует Ренат Марданшин. Кокин пытается обогнать Марданшина, но ему это не удается. И вот гонщики пересекают финишную линию. Общий счет заезда 3-3. Общий счет гонки 6-6. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В третьем заезде участвует на первой дорожке 5-й стартовый номер Флюр Калимулин, команда «Лукойл». На второй дорожке 13-й стартовый номер Владимир Воронков, команда «Локомотив». По третьей дорожке 6-й стартовый номер Талгат Галеев, команда «Лукойл». И по четвертой дорожке 14-й стартовый номер Денис Попоевич, линьор команды «Локомотив». Гонщики набирают обороты и... и старт. И сразу же вперед вырывается Владимир Воронков. Его упорно преследует Талгат Галеев. На первом круге заезда Денис Попович совершает падение и уходит с трека. Талгат Галеев упорно преследует Владимира Воронкова, но это ему не удается, к сожалению. Владимир Воронков упорно лидирует. Талгат Галеев преследует его. Идет второй круг заезда. Первым идет Владимир Воронков, второй Талгат Галеев и третьим идет Флюр Калимулин. Талгат Галеев совершает еще один рывок. Но, увы, увы, ему не удается догнать Владимира Воронкова. Болельщики кричат, ликуют. Итак, финиш. Первым пришел Владимир Воронков. Счет заезда 3-3 и общий счет гонки первой серии заездов 9-9. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Четвертый заезд. В нем участвует Николай Кокин, 11-й стартовый номер, команда «Локомотив». Михаил Старостин, второй стартовый номер, команда «Лукойл». Команда «Локомотив», 12-й стартовый номер, Максим Андреев и Константин Корнев, первый стартовый номер, команда «Лукойл». Гонщики стартуют и сразу же вперед вырывается Михаил Старостин, а за ним следует Николай Кокин. Третьим идет Константин Корнев и замыкает четверку гонщиков Максим Андреев. Положение дорожки не изменилось. Кстати, этот сезон для Михаила Старостина юбилейный, уже 25 лет он на треке. Телекомпания «Студия-1» поздравляет его и желает удачных заездов. Гонщики идут в том же порядке, лидирует Михаил Старостин, Николай Кокин. Третьим идет Константин Корнев, замыкает четверку по-прежнему Максим Андреев. Идет упорная борьба, но Михаил Старостин упорно лидирует. И финиш. Первым к финишу пришел Михаил Старостин. Счет заезда 2. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В пятом заезде стартует по первой дорожке Ренат Марк Даншин, четвертый старт в номере. У него белый нашлик. По второй дорожке Владимир Воронков, 13-й стартовый номер. По третьей дорожке Андрей Ганцев, 3-й стартовый номер. И по четвертой дорожке стартует 14-й стартовый номер Денис Бопоевич. Команда «Локомотив». И так, старт. И первым врывается вперед Владимир Воронков. За ним следует Ренат Мартаншин. Идет упорная борьба. Ренат Мартаншин пытается обогнать Владимира Воронкова, но ему это не удается. Владимир Воронков упорно лидирует. Лидирует Владимир Воронков. За ним идет Ренат Мартаншин. Затем Андрей Ганцев. И четвертый замыкает Денис Бопоевич. Идет упорная борьба. Мартаншин пытается обогнать Воронкова. Надо отметить, что пятый заезд проходит в очень напряженной борьбе. Последний круг этого заезда. Ренат Мартаншин уже догоняет Воронкова. Он уже его почти что догнал. Но, увы, увы, все равно Владимир Воронков первым пересекает финишную линию. И счет заезда 3-3. Редактор субтитров А.Семкин В шестом заезде участвует на первой дорожке 16-й стартовый номер Владимир Колоди. На второй дорожке гонщик команды Лукоэлл, шестой стартовый номер Талгат Галеев. На третьей дорожке девятый стартовый номер Андрей Королев. И на четвертой дорожке пятый стартовый номер Флюв Калимуллин, команда Лукоэлл. Стат выигрывает Андрей Королев. Идет упорная борьба за вторую позицию. Но Флюр Калимуллин все-таки упорно ее удерживает. Владимир Колоди пытается обогнать Флюра Калимулина. Но опытный гонщик все-таки удерживает, удерживает, удерживает вторую позицию. Идет напряженная борьба. Владимир Колоди пытается обогнать Флюра Калимулина. Но опытный гонщик команды Лукоэлл уверенно удерживает вторую позицию. И Колоди не удается его обойти. Идет напряженная борьба. По-прежнему лидирует Андрей Королев. За ним идет Флюр Калимуллин. Затем Владимир Колоди и замыкает гонку Талгат Галеев. Места на треке пока держатся в том же плане. То есть первым лидирует Андрей Королев, второй Флюр Калимуллин. Третьим идет Владимир Колоди. Замыкает гонку по-прежнему Талгат Галеев. Борьба продолжается. Болельщики ликуют. И финиш. Первым лидирует Андрей Королев. Счет этого заезда 4-2. Общий счет двух серий заездов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В седьмом заезде стартует на первой дорожке Константин Корнев. У него первый стартовый номер. По второй дорожке Владимир Воронков. Тринадцатый стартовый номер. По третьей дорожке Михаил Старостин. Второй стартовый номер команда Лукойл. И по четвертой дорожке 14-й стартовый номер Денис Попович. Команда Локомотив. Гонщики стартуют. И сразу же началась упорная борьба за первую позицию. Но все-таки Михаил Старостин отбивает эту первую позицию. За ним идет Владимир Воронков. Третьим следует Константин Корнев. И замыкает гонку Денис Попович. Мы уже говорили вам, что спонсор нашей команды нефтяная компания Лукойл. Достаточно солидная организация. И за годы своего существования она зарекомендовала себя как одна из самых экономически стабильных предприятий России. И немалая заслуга в этом президента компании Вагита Олег Первого. Вагит Ясуфович Сесторонний. Развитый человек. Он не только экономист большой буквы. Он еще большой любитель и поклонник спидвея. Места на дорожке спидвея пока следующим образом. Первым идет Михаил Старостин. Вторым идет Владимир Воронков. Третий Константин Корнев. И замыкает гонку Денис Попович. Итак, финиш лидирует. Первым приходит к финишу Михаил Старости. Счет заезда 2-4. Общий счет 7 заездов 20-22. Наша команда лидирует. Старостин Корнева Воронков. И третьим корнем. 4-2. Лукой выигрывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Восьмом заезде по первой дорожке стартует 10-й стартовый номер гонщик команды «Локомотив» Виталий Бизня. По второй дорожке третий стартовый номер Андрей Ганцов, команда «Локомотив». Во третьей дорожке Андрей Королев, девятый стартовый номер. По четвертой дорожке лидер нашей команды Ренат Мордашин, по его четвертый стартовый номер. И сразу же старт выигрывает Андрей Королев. Но идет борьба за первую позицию на треке между Мордашином и Королевым. Мордашин пытается обогнать Королева. Но, увы, тут Виталий Бизня пытается обогнать Мордашина, а Мордашин все-таки борется за первую позицию. Ренат Мордашин выступает в профессиональной пульской лиге. Он член сборной команды России. А в этом году фортуну как никогда улыбается Ренату. По итогам личного чемпионата он вышел в пульс на контилентальный зон. В положении на треке. Первым идет Андрей Королев, вторым Ренат Мордашин, третий Виталий Бизня. И замыкает гонку Андрей Ганцев. И так, финиш. Лидирует Андрей Королев. Счет заезда 4-2. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пятый стартовый номер команда «Лукойл». По четвертой дорожке Максим Андреев. У него 12-й стартовый номер и синяя нашлемник команда «Локомотив». Итак, старт. И его сразу же выигрывает Талгат Галей. Он достаточно уверенно держит первую позицию. Но его пытается обогнать Николай Кокин. Он успешно пытается обогнать его. Талгат Галей по-прежнему держит первую позицию. И места на треке расправляются следующим образом. Первый Талгат Галей, второй Николай Кокин. На третьем месте Флюр Кремулин. И замыкает гонку Максим Андреев. Талгат Галей далеко оторвался от своих соперников. И попытки обойти его остаются безуспешными. Кокин набирает обороты, пытается обогнать Талгата Галеева. Но Талгат Галей финиширует первым. Счет заезда 2-4. Общий счет. Счет заезда 2-4. В 10-м заезде стартует по первой дорожке 10-й стартовый номер Виталий Безня. В общем, команды Локомотив. По второй дорожке первый стартовый номер Константин Корник. Команда Лукойл. По третьей дорожке Владимир Варанков. 13-й стартовый номер. Команда Лукойл. И по четвертой дорожке Ренат Бардашин. Четвертый стартовый номер. Команда Лукойл. Сразу же стартовый выбор Владимир Варанков. Команда Лукойл. Команда Лукойл чуть было не спознался. Чуть-чуть было не совершил падение. Большие команды Лукойл. Команда Лукойл. Места на трекерсом являются следующим образом. Владимир Варанков. За ним идет Виталий Безня. Третьим нюансом Мартаншин замыкает. Четвертый год Константин Корник. Мартаншин пытается обойти Безня. Но Виталий значительно отрывается от Мартаншина. Еще раз этот парад обойти Безня. Но вы ему это не удается. Идет напряженная борьба. И надо отметить, за слов нашего видеооператорского конка, этот заезд был очень тяжелый. Бойщики финишируют в следующем порядке. Беранков, Безня, Ренар Мартаншин и Константин Корник. Счет заезда 5-1. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 И так стартный вперед. Сразу же отрывается Долгат Галеев. Идет уходная борьба между Королевым и Галеевым. А в итоге этой борьбы Королев снимает первую позицию. Между тем Андрей Ганса пытается обойти Максима Андреева. Но попытка оказывается неудачной. Ключка составляет в следующем образе. Первое место пока занимает Королев. Второй медведь Долгат Галеев. Третий Андрей Максим. И четвертый Андрей Ганса. Положение на треке пока не изменилось. Также лидирует Андрей Королев. Второй медведь Долгат Галеев. Третий Максим Андреев. И замыкает гонку Андрей Ганса. Гонщики в том же порядке. И счет становится 4-2 в этом заезде в пульс команды «Локомотив». Общий счет после этого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последний заезд 4-й серии. По первой дорожке стартует Денис Попович. Его 14-й стартовый номер. По второй дорожке Михаил Старостин. Второй стартовый номер. Команда «Лукойл». По третьей дорожке Николай Кокин. 11-й стартовый номер. Команда «Локомотив». По четвертой дорожке Флюр Калимулин. Пятый стартовый номер. Команда «Лукойл». Гонщики стартуют. И сразу же старт выигрывает Михаил Старостин. Между Кокином и Калимулиным завязывается борьба за вторую позицию. Мы видим, что Кокин пытается обойти Старостин. Но Старостин опытный гонщик. Он прикрывает ему внутреннюю сторону виража и уходит от Кокина. Между тем на треке идет упорная борьба. И кончики распределяются по следующим позициям. Старостин первая. Кокин вторым идет. Флюр Калимулин идет третьим. И замыкает гонку Денис Попович. Четвертый. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На первой дорожке стартует Талгат Галеев, у него шестой стартовый номер. На второй дорожке Александр Бизня, у него пятнадцатый стартовый номер. По третьей дорожке Андрей Ганцев, третий стартовый номер. И по четвертой дорожке тринадцатый стартовый номер Владимир Воронков. Галей выигрывает старт. Воронков уверенно занимает вторую позицию. Здесь Ганцев обходит Александра Бизня. И положение на треке. Галей Воронков, Ганцев, Бизня. Основной вклад технические силы команды внес президент профессионально-спортивного технического клуба Лукоил Башкортостан Ралиф Сафин. Игульщики нашей команды, а также ее болельщики выражают ему огромную благодарность за столь сильную поддержку развития Смитвея в нашем городе. Четвертый круг заканчивается. Игульщики перешивают в таком порядке. Галей Воронков, Ганцев, Бизня. Счет заезда 4-2 в пользу команды Лукоил. Общий счет становится... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 14-й заезд стартует. По первой дорожке Николай Кокин, 11-й стартовый номер. По второй дорожке Ренат Марданшин, 4-й стартовый номер. По третьей дорожке Денис Попой, 14-й стартовый номер. И по четвертой дорожке первый стартовый номер Константин Горнин. Ренат Марданшин, 4-й стартовый номер. Николай Кокин, 4-й стартовый номер. Падение, заезд в остановку. Сейчас мы увидим, Кокин поднимается с дорожки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Решением главного судей соревнований заезда исключается Николай Кокин, как виновник падения и остановки заезда. Болельщики негодуют, ведь Кокин сильнейший бунчик команды «Локомотив». Полиция пытается успокоить не на шутку разбушевавшихся болельщиков. А тем временем судьи так комментируют данную ситуацию. Взгляд, были ли соперники в этом заезде обоюдно виноваты? Виноваты на первом гараже первого круга? Я считаю, что виноват никто не был. Все было обоюдно, никто никому не помешал. Просто на первом гараже Кокин упал. И по правилам должно быть, что когда падают на первом гараже, должен быть перезаезд с тем, что он больше. То есть мы с вместе и ожидать, что будет перезаезд? Я думаю, что перезаезд по сбережности должен быть. Ну, будем считать, что наше судейское объективное жюри примет правильное решение. Я считаю, что должно быть. Согласно международным правилам. Конечно, обязательно должно быть. Хорошо, болельщики негодуют. Негодуют. Вот пограничная такая полоса на гаревой дорожке студиона «Локомотив», где мы видим, что полиция наводит порядок. Это впервые на нашем студионе «Локомотив» в городе Давыковской. Что могут быть последовать штрафные санкции команде «СПД-Центр»? Я этого не знаю, конечно. Я не компетентен сказать в этом. Тут разберутся вышестоящие люди. Но я думаю, что несправедливо все это сделано. Что нам остается только надеяться на правильное логичное решение. Хорошо, спасибо. Но поймите меня правильно. Он поступил как судья правильно. Как судья правильно. Но как горожане, видимо, нет. Это для нас, разогласно. Полиция еле успокоила зрителей. В течение 40 минут гонка была остановлена. Разъярлены болельщики кидали бутылки, банки и все, что им попадалось под руку. Был объявлен перезаезд 14-го заезда. По второй дорожке Аринат Марданшин. По третьей дорожке Денис Попойчев, 14-й стартовый номер. По четвертой дорожке Константин Корнев. Первый стартовый номер команда «Лукойл». Денис Попойчева «Лукойл» Уваживание Доầев «Лукойл» Вперед врывается Ренат Марданшин, за ним следует Константин Корнев, третьим идет Денис Попович. Надо отметить, что большую поддержку наша команда получила от закрытого акционерного общества «Азоник Лукоил» в лице его директора Фаткуллы Хамедулина. Фаткула Харумович, предатель совета учредителя профессионально-технического клуба «Лукоил Башкортостан». Помогают нашей команде акционерное общество «Лукоил Дружба» его директор Наил Мустафин и закрытое акционерное общество «Лукоил Дивон» его директор Тагил Низамудинов, а также администрация города Октябрьского в лице ее главы Юрия Королькова. И по-прежнему на треке никаких изменений. Первый Ренат Марданшин, второй Константин Корнев, третьим идет Денис Попович. Конщики приближаются к финишу, финишируют в таком же порядке. Счет заезда 5-1 в пользу команды «Лукоил». Денис Попович. И последний, 15-й заезд в этой гонке. По первой дорожке стартует Михаил Старостин, его второй стартовый номер. По второй дорожке Андрей Королев, 9-й стартовый номер. По третьей дорожке Флюр Калемулин, 5-й стартовый номер. И по четвертой дорожке 12-й стартовый номер Максим Андреев. В Тардам и вперед вырывается Андрей Королев, за ним идет Флюр Калемулин. Но Михаил Старостин пытается обогнать Флюра Калемулина. И это ему удается. Места на дорожке распределяются следующим образом. Королев, Старостин, Калемулин и Андреев. Сейчас мы видим, как Михаил Старостин и Флюр Калемулин встали в пару. И не пускают Максима Андреева вперед. Весьма-весьма удачный дуэт. Гонщики движутся в той же позиции. Первым идет Королев, вторым Старостин, третьим Калемулин и четвертый Андреев. Итак, финиш, счет этого заезда 3-3. Общий счет 43-47. 파, гонщики движутся в Shift. Гонщики здесь, сегодня Three Campus. Королев, Дуэт Идет Эй, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы вернулись с гонок, которые прошли в Далгал Филс, 12 июня, да, они прошли? Как вы вообще оцениваете эту гонку? На ваш взгляд, как она прошла? Ну, гонка сложилась для нас очень удачно, потому что команда Далгал Филс очень сильная. Ну, это один из претендентов на медали открытого чемпионата России. Ну, ребята там в целом проехали все хорошо. Михаил Старс нехорошо проехал. Ренат Марданшин, Талгат Галеев, ну и остальные по мере своей возможности тоже внесли вклад в копилку команды. В общем, гонка получилась красивой, эффектной. Ну и привезли два очка с выезда. Следующая ваша гонка, когда она стоит такая серьезная, с выездом куда-то? Ну, с выездом у нас все гонки серьезные. Также будут в Тольятти, значит, в Владивостоке. Ну, вообще, в этом году сейчас команд стало меньше, а и все спортсмены, ну, так сказать, укомплектовались хорошими гонщиками. Ну, командой, в смысле. Сейчас слабых команд нет вообще. Нет таких слабых гонок ни дома, ни на выезде. Все гонки сильные. Если оценивать команду прошлых лет и состав сегодняшней команды, как вот по силам, как вы оцениваете? Ну, как сказать, у нас... Вообще, наша команда же она всегда слабилась, как одна из сильнейших в Башкирии, да? Да, наша команда всегда была одна из претендентов на медали. Нам, правда, не удавалось до золота добраться, но мы стабильно там второе, третье место в чемпионате СССР, СНГ, России, ну, всегда занимали. Ну, и в этом году, я думаю, где-то, наверное, в призерах мы будем. Насколько мне известно, спонсор нашей команды – это нецена компания «Лукойл». Как она вам помогла, конкретнее? Конкретнее? Ну, в общем, у нас как? Это, значит, генеральный спонсор – это нефтяная компания «Лукойл». Она несет основную тяжесть, значит, финансированные команды. В общем, там покупка мотоцикла, значит, там, значит, приобретение даже «Камаз» нам приобрели они. Это они все сделают. А также еще у нас ряд учредителей клуба, которые тоже помогают. Ну, надо, хотелось сказать, в нефтяной компании «Лукойл», там, это большой вклад, значит, в развитие нашего клуба, там, президент нефтяной компании Олег Первый, значит, и первый вице-президент Сафин Ралиф Рафиевич. Ну, в общем, это их инициатива и инициатива Юрия Васильевича Королевского. Ну, вот такой, значит, создался круг. Это в том году, когда здесь проходили гонки, решили здесь, значит, сделать центр спидвей в городе Октябрьском. Ну, а также еще и администрация нам помогает, ремонт стадиона делает, там, ну, на уровне города все вопросы сейчас нам решают. А также у нас ряд еще учредителей, там, значит, у нас в Уфе есть торговый дом Кембрии, это, значит, там, в лице директора Емельянова. Потом «Урал-Ойл», тоже фирма есть такая в Уфе, это генеральный директор майоров. Потом, значит, ну, тоже очень большую ношу несет наш завод Октябрьский «Озонник-Лукоэлл» в лице Хамедулина, Фудхолы Хайрововича. Также «Лукоэлл-Дивон», Низамуддинов, Тагир Галевич. Потом у нас еще есть даже из «Татарии» один учредитель нашего клуба, это «Лукоэлл-Дрожба», Мустафин, Наил Савирович. Ну, в общем, у нас круг большой. Все, ну, по мере своей возможности помогают клубу сейчас. Ну, на данном этапе финансовое положение нормальное у нас, и, значит, техника, и форма. Ну, осталось только слово за нами, за командой, чтобы какие-то медали на чемпионате России завоевать. Хорошо, а вот как Вы объясняете то, что все-таки такие солидные фирмы выступают Вашими спонсорами? Они все, вот, директора, руководители этих фирм, они все поклонники спидвей или были мотагонщиками в прошлом? Да нет, мотагонщиками в прошлом никто не был, ну, все рядом со спидвеем были. Вот взять Сафина Ралифа Рафиловича, раньше он в нашем городе жил, работал. Ну, он, можно сказать, яростный болельщик, хотя он потом уехал на север, потом в Москву перебрался. Ну, в общем, он никогда со спидвеем не расстается. Он даже на севере там организовывал спидвей. Вот Низамудинов Тагир Галеевич, он раньше был судья в союзной категории, тоже был всегда рядом со спидвеем. Но остальные, вот Холла Харолыча знаю и многие другие, ну, просто болельщики. Просто поклонники этого вида спорта, да? Да, да. А Вы сами? Вы сами в прошлом мотагонщиками? Да, в прошлом я сам занимался. У Вас есть, наверное, какие-то титулы? Ну, таких особых титулов нет, но я так, попадал в финал России, в финал СССР, ну, и выступал за команду несколько лет. Ну, таких особых результатов у меня не было, но занимался спидвеем. Давайте вернемся к гонке в Далгах Пилс. Когда я просматривал материал, снятый нашим видеооператором, там был такой момент, немножечко на 14-м, по-моему, заезде, немножко такой скандальный момент вообще. Как Вы прокомментировали со своей точки зрения эту ситуацию? Ну, там все было в рамках правил. Значит, там как получилось? В 14-м заезде стартовали там Марданшин и Кокин. Ну, там уже было ясно, кто-то из них уже был первый. Марданшин проиграл старт Кокину. И, значит, он, Кокин-то его ждал понаружу, что Марданшин поедет, Марданшин, значит, перестроился и вовнутрь. И уже вырвался на пол колеса, Кокин повернулся вправо, Марданшин, нет, поворачивался слева, Марданшин едет. Уже на пол машины Марданшин был спереди. И он стал на него ложить мотоцикл. Ну, думал, все равно каким-то образом перекрыть. Но уже было поздно. Пока ложил мотоцикл на Марданшина и положил его на заднее колесо. Ну, и, естественно, сам упал. Все было в рамках правил, значит, и Кокина сняли, как виновник. Падение, заезды, и все. А если бы не было такой ситуации, и Кокин пришел бы первым, то тогда наша команда отстала бы? Ну, зачем не отстала бы? Еще три было у нас как раз 39-39. Ну, тогда, может быть, там, может быть, или 3-3, или там 4-2. Но у нас там был такой расклад по программке. Ну, в общем, это... У нас потом два сильных заезда было. Мы бы, я думаю, все равно победу вырвали бы. Судя по реакции зрителей, которые были, судя по реакции болельщиков, которые были на стадионе, это не очень приятно было, да? Ну, да. Там кидали бутылки, где-то, наверное, минут 40 гонка задержалась. Вообще, даже уже... Ну, мы даже вообще не хотели выезжать, потому что вся дорожка была из стекла. Там и пластмассовые бутылки, а также и стеклянные бутылки летали. Там трибуна очень близко расположена к забору. Ну, где-то минут 40, там успокаивали публику. Там выступил руководство клуба, там и тренер, значит, что ему... Или так поражение будет, или так будет поражение. Лучше выезжать надо. Ну, все-таки последний заезд поехали, там уже как... Ну, просто поехали. Он уже ничего не решал. Понятно. Это заезд, и привезли там три-три, Королев первый, Старостин второй, Калимуллин третий. Так, и на этом гонка закончилась. Ну, в общем, немножко неприятные такие ощущения остались, да? Да нет, ну, там вообще такая публика, это... Голубок, в основном, никогда без эксцессов. Позапрошлый год мы когда-то тоже выезжали туда, там тоже такие же скандалы были, там. Когда еще тоже команда Луковных-Шкартостан была, вообще, тоже там... Ну, в общем, там агрессивная публика. Сам по себе народ такой. Да, очень яростные, болеющие такие, болеют свою команду. А что бы вы могли рассказать о гонщиках нашей команды вообще, вот, каждого как-то охарактеризовать лично, с вашей точки зрения? Ну, каждому дать такую маленькую, емкую характеристику, в двух-трех словах. Ну, начнем тогда, наверное, по старшинству или по рангу. Ну, Михаил Старостин, это известный гонщик, мастер спорта международного класса. Ну, это фанат, боец, это, ну, живет только спидвей, у него кроме спидвей ничего нет. Марданш, наверное, тоже такой же фанат, тоже боец, ну, тоже, ну, оба спортсмены очень уравновешенные, их трудно выбить там из колеи, там, ну, даже, там, бывает, команда проигрывает, начинает там суетиться, нервничать. Ну, эти спортсмены очень, всегда по боевым настроены, также Талгат Галеев тоже, ну, стабильный гонщик, он тоже всегда очки, там, 10-12 очков за команду привезет. Ну, а вот уже у нас Рузель Валеев, Эдик Шайхулин, они так немножко, ну, не совсем равновешенны. Ну, еще, ну, опыта нет такого еще, как, допустим, у Марданши, у Галеева, у Старости, ну, наберутся опыта, нормально будет все. Также у нас молодежь еще, Ганцев, Корнев. Корнев второй год выступает, ну, в чемпионатах, тоже опыта набирает, ну, с него спортсмен поводится. Андрей Ганцев, тоже, ну, парень подает надежды, ну, в том году у него, в общем, два года у него вообще не сложилась езда, когда он выступал в уфимской команде, там, то у него мотоцикл не было, то тренировок не было, ну, можно сказать, два года вообще не ездил. Ну, так, в целом, команда по боевому настроена на гонки, ну, в общем, я думаю, результат в этом году будет. У всех большое желание ездить. У нас еще гонка с Салаватом немножко здесь не сложилась, мы же в этом году практически, думаю, еще ни одной гонки не провели, ну, тренировок все провели, потому что тут у нас реконструкция стадиона была, забор меняли, вот ограждение треку тут, все, поэтому как-то. Ну, и я бы еще сказал, что у нас не было такой, конечно, там установки, что там разгромить, погром устроить, Салавату, хотя мы там дома у них выиграли 55-33 с большим счетом. Потому что сейчас у нас ответственность мегалады, поэтому у нас наша задача была просто только выиграть два очка в копилку команды, и не было там такого шоу. А вообще, вот как Вы считаете, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать профессиональным сильным мотогонщиком? Ну, во-первых, должен быть тонкий расчет, огромные желания, да, здесь очень, ну, тут огромной силы не нужны, здесь нужно просто, на дорожке нужно думать головой. Ну, и, конечно, бесстрашно надо быть, а так очень тонкий расчет нужно, и правильно, допустим, вираж войти, правильно, там, по наружу, ну, где-то ориентироваться на большие скорости нужно быстро. Понятно. А когда случаются такие ситуации, Вы, как, ну, наш, значит, тренер нашей команды, допустим, когда вылетает с трека, человек-матогонщик, как Вы реагируете на это? Вообще, какое чувство, первое чувство бывает? Ну, первое чувство, что человек травму не получил. Страшно бывает? Ну, вот так вот падение с Матвеем было, страшно было. Это потому, что мы здесь вот прямо вот, ну, и буквально от нас, это метров 15, это падение произошло, очень, очень неприятно смотреть, тяжело такие вещи смотреть. А сколько было в Вашем опыте, в опыте Вашей работы таких падений? Ну, сейчас я не могу посчитать, ну, частенько, почти что на каждой гонке бывает. Почти что на каждой гонке? Ну, не такие вот именно, что через забор там спортсмены вылетают, ну, бывает, что и заборы проламывают, всякое бывает, а мотоцикл на травае там. Ну, в общем, спорт тяжелый, конечно, не каждый сюда пойдет. Со стороны так вроде легко смотреть, они легко, свободно едут, а когда вот, допустим, сам едешь, очень, очень, очень тяжело видит спорт. А почему люди вот так рискуют своей жизнью, своим здоровьем? Ради чего? Ради денег, ради какого-то такого захватывающего момента риска? Ради чего? Ну, наверное, прежде всего это спорт, ну, каждому человеку нравится, допустим, кому-то лыжи, там, в любом виде спорта есть риск. Тот же футбол взять там или горно, верно, лыжи, ну, спорт, ну, человеку нравится, это его увлечение, сначала увлечение, потом уже это, можно сказать, его профессия стоит даже. То есть, спидвей, риск, это профессия? Да, можно сказать, как. Так сказать. Ясно. И давайте немножко поговорим о ваших планах вообще на будущее. Вообще, как вы, не мечтаете, а может быть, как-то планируете, наверное, закончить этот сезон? Вообще, как вы предвидите окончание этого сезона? Какие? Будет ли оно благополучным для нашей команды? Ну, на данном этапе я не могу сказать, гонок практически мало прошло, но я думаю, в тройке-то мы будем. А так стараться будем, конечно, занять первое место, все-таки и учредителей, и спонсоров не подвести. Ну, и, естественно, нашего болельщика, у нас тоже очень болельщик в городе, и понимающий, в спидве очень здорово разбираются наши болельщики. Ну, постараемся не подвести ни болельщиков, ни спонсоров. Ну, а перспектива какая? Если сезон закончится, там маленький межсезон, и подготовка к следующему сезону. У нас же тоже проблемы много, надо и мотоциклы опять закупать, будут запчасти, готовить технику. Ну, и все. А если вы займете первое место в чемпионате России, в командном чемпионате, что дальше, если показать? Что дальше? На следующий год опять то же самое. То же самое, просто, значит, участия на каких-то мировых гонках, это нет? Нет, у нас есть вот члены сборной, но пока вот в этом году только Морданш у нас, это, ну, попал в основной состав, он, значит, пока удачно выступает, значит, попал уже в финал континента, прошел, значит, полуфинал, четверть финала прошел личного чемпионата мира, попал, значит, в финал континентальной зоны личного чемпионата мира, который состоится в Италии. У него и у нашей команды, конечно, и как у меня, как бы тренера, мы хотим, чтобы он попал в гран-при чемпионата мира, потом, значит, он примет участие в финале команды чемпионата мира в Польше в этом году. А вообще у нас перспективный план, пока вот мы уже там такие маленькие наработки есть с англичанами, возможно, что мы даже осенью, если осенью не получится, весной точно в турне в Англию поедем на 5-6 года. А если, значит, в этом году мы добимся хорошего результата, то осенью поедем уже в Польше точно обязательно 5-6 года.